Вы решили занять у нас? Надя Александровна сказала, что вы внести об исповеди. Об исповеди. Это очень серьезное, это очень серьезное и самое главное, считайте. Как вы, сначала я вас спрошу, как вы уже, вы старшие, понимаете исповедь? И когда вы идете на исповедь, как вы готовитесь к этому? Что это значит? Кто может сказать? Старшие, классненькие. Тихо, 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 очень серьезно. Так, Ксюша, как это будет? Ну, канал читаю. Как ты понимаешь? Что? Ну, канал читаю. Так, ну, а что такое? А, что это здесь? Как понимать вы, понимаете? Вот сегодня, кстати, вот к этому как раз исповедание. Реформация 500, да, если кто не видел, посмотрите обязательно, как. Сектанты свидетельствовали о том, всех наименований, много очень людей, они свидетельствовали о том, как они пришли к Богу, как Господь коснулся их сердец, но они были совсем неправославными. А потом, как они пришли к православию, они вернулись в свой дом. Это говорит наш дом. Мы отсюда никогда не уйдем. Все буквально свидетельствовали о том, насколько прекрасно православие. А мы блуждали, где и как, и что, и какая разномыслива у всех была. Библия одна, а разное все, сколько их тысяч, этих сект, названий. А потом они, когда вернулись уже в православие, стали все соблюдать, изучать православие по святым отцам. И все были очень благодарны Господу, что Господь их снова вернул в свой дом. И мы никогда где-то отсюда не уйдем. Так вот, исповедь это и с самого начала, когда они говорили, как они, познав Бога, когда Господь коснулся сердца каждого, и как они исповедовали Иисуса Христа, что они беседовали с живым Богом. Они все рассказывали о себе, как они уклонились от истинного пути, в этот путь заблуждений. Исповедовать свои грехи. Скажите, еще раз. Как вот, когда идете на исповедь, вы готовитесь, да? Неделю мы готовимся и после соблюданий молитвы, 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 и когда мы идем, то мы беседуем, мы открываем, что в свои сердца предборят, Господь видит, записывает, Он все, и когда мы рассказываем, беседуем, то Господь, что именно в исповеди, прощает нам грехи наши. Иисуса Христа, и когда искренне человек раскаивается, с Богом беседует, как с живым Богом, то ведь молитва не то, что только прочитал канон или молитвы эти, а ты сам переживаешь. Надо посадить. Иди садись. Дети, сейчас Негорь Владимирович вам прочитает о Рождестве Христа. О Исповедении. О Исповедении. О Исповедении. Ну, женочка. Надо еще это, надо спросить. Так, кто исповедовался недавно? Тараси, когда ты исповедовался? На этом посту исповедовался? Нет. А кто исповедовался, кто исповедовался недавно? Мальчики наши. А, исповедовались, да они? Да. Да, да, точно, я видел их. Так, они исповедовались. Больше никто. Кто сегодня будет на Исповедь оставаться? Все. А, все. Ну, про Исповедь поэтому и сказали. Да. Так, Исповедь, Исповедание. Что такое Исповедание? Исповедание, да. Я думаю, что это очищение грехов. Очищение грехов, да, было бы хорошо, если было очищение грехов. Ну, если есть, то человек расковел. Ну, да, Исповедь это не само очищение грехов, Исповедь. Исповедь это покаяние человека. Человек приходит с покаянием к Господу. А священник уже, смотря на покаяние человека, может разрешить его от грехов. И он говорит, я, Есим, раб, и Петрахиль накладывает. Властью данной мне от Бога. А католики говорят, я тебя прощаю. То есть у католиков формула намного жестче. У нас властью данной мне от Бога, говорит священник, напоминая тем, что он является служителем от Господа. Вы избранным просто человеком. У них же это намного жестче. Это папа у них, наместник Бога Иисуса Христа на земле. Это у нас даже самый святейший патриарх не может так сказать, хотя его называют святейшим. Святейшие называют только веру нашу, веру святейшую. И храм святейший, который в Иерусалиме, это Соломона из Рававеля, называли святейшим. А тут человека назвали святейшим, но однако этот святейший не может себе позволить сказать, я Есим, наместник Иисуса Христа. И более они дошли до того уже, папы, что католики, я вижу ее ручку маленькую правильно, что они сказали, что он вообще безгрешен, папа. И теперь папа что, не выскажет какой закон? Ну вот сидел, сидел что-нибудь, я говорю закон, записывают все за ним. Все, давай. Это сказал Иисус Христос. Все, это как заповедь идет. А я сегодня причащаться, завтра пойду. Сегодня пойдешь, завтра причащаться. Он, это она. Понятно. Это мы с Узбеком разговаривали, он говорит, у меня ребенок есть, хочет он историком быть, все. Я говорю, ну хорошо, в Ташкент, говорит, не может он поехать. Я говорю, почему, у нас нельзя, чтобы он учился. Я говорю, а почему, у вас что историков нет? Есть. А почему, ему нельзя. Потому что он, это она. Оказывается, это дочка у него, и хоть он быть историком, ей нельзя. Так что мы... То есть ты сегодня будешь исповедоваться, то есть каяться в своих грехах, а потом, или когда тебе священник вести, дети, еще вот главное запомнить, если мы не искренне каемся, то священник может сказать властью, да, нам не от Бога прощаются в тебе грехи твои, а Христос рядом стоит, он может не простить какой-то грех, когда мы не искренне каемся, понятно? Вот будьте внимательны, что мы говорим не священнику, а говорим Христу. Он невидимо предстоит рядом, а священник, как свидетель, говорит, я как свидетель, чтобы потом в вечности, когда он засвидетельствовал пред Богом, а каждый без нас. Вы видели же, как батюшка, он в стороне вот так стоит, а вы стоите перед алтарем, правильно? Вот мы сейчас перед вами лицом сидим, для чего? Чтобы как бы усваиваемость была лучше, как бы глаза в глаза смотрим друг дружке, что мы с расположением таким, а вы с расположением тоже таким. И мы друг другу, братья, сестры, поэтому... А здесь уже не так, здесь вы стоите пред лицом Бога. И поэтому батюшке не надо там поворачиваться, там что-то там ему объяснять. Стойте, объясняйте Господу. Священник, батюшка наш, он такой еще так скромно стоит, мне так нравится это все. Как-то у него легко исповедоваться. И не забудьте еще, что когда вы исповедуетесь, то есть каетесь от чистого сердца пред Господа, то вы настоящие верующие православные люди. Говорить, прости, отче, отче поклонились, и дальше говорить, и ты, Господи, прости меня. Вы же на коленочках стоите, мы все на коленочках стоим, да? Не забудьте еще вспоминать при этом какое-нибудь библейское событие. Не забудьте вот такие одеяния, вот бороды у нас, законы наши, даже вот алтарь, все. Это все идет с Ветхого Завета к нам переход перешел. Вот это всякие изображения там и так далее. Все Светхого Завета, это все есть в Слове Божьем. У нас шага нельзя ступить в храме, чтобы не по Слову Божьему. Везде все по Слову Божьему. Есть новая скрижа, такая книга православная, и там все богослужение раскладывается по Слову Божьему. Каждое движение батюшки, слова, какие он говорит, и написано напротив, написано, почему написано, почему, где. Вот это у батюшки вот такое одетое, непонятное какое-то одеяние, тоже про него написано. На рукавнике, кресты здесь все написано. Батюшка вот вышел вот так, что-то пальцами сделал, благословение это такое, все тоже, на каждый палец все сказано, и по Слову Божьему. Вот какие мы правоверующие, почему называют православные. Ну вот у нас сейчас будет Рождество Христово, и мне это очень понравилось, что начали занятия вести по кристиному православию. Ну это нормально, потому что не каждый прочитает, и все. И также не каждый прочитает толкование. Я хотел немного толкования на Рождество Христово почитать. Как бы занятия, мы же занятия ведем, тем более все уже взрослые, все понимающие, да? Раскладывают же не надо. Ну это тоже все понимающие, это однозначно. Вот глядите как, Матфея 1 глава, 18-19 стихи мы будем читать. Рождество Иисуса Христа было так. Вот просто, то есть сначала идет разословие, и сразу переход. Рождество Иисуса Христа было так. На что это похоже? Вот точно так же Библия начинается. Ну с чего, казалось бы, начать, да? Людям повествовать. Вначале сотворил Бог небо и землю. Точка. Может быть еще что-то было сотворено, мы не знаем. Если надо для Бога. Но для нас Бог начинает так. Вначале сотворено небо и землю. Земля же была безвидной и пуста. И здесь точно так же о Иисусе Христе так же начинается. Рождество Иисуса Христа было так. Вот допустим, кто-то вам говорит. Тише там. Ну ты ему говоришь, ты веруешь в Бога? А кто-то тебе скажет обязательно. Ну что ты, это нельзя об этом говорить. Что ты такого вслух говоришь? Это такое потаенное, это там внутри нас где-то сидит. Называется интимное такое слово есть. Оно какое-то... Личное. Да, такое. Это очень там все. Нельзя его наружу вытаскивать там и все. А ты ему скажи. А Господь просто начинает о себе разговаривать. Господь о себе начинает разговаривать просто. И Рождество Иисуса Христа было так, как было. Вот так было, глядите. По обучении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Вот сразу ничего не утаено, да? Вот для детей бы это объяснить. А Рождество самый детский праздник. Уж подарки где-то дарят, так запомнили, наверное, Рождество. Но у нас горки вот нету, потому что снега нет. Мы просто не можем из себя самих сделать горку. Но если кто маленький хочет покататься, то можно на руках покатать. А так делали деревянные мы горки. Делали горки длинные. И остановились на горках огромадно высоких, чтобы сразу как кинулся туда, как в пропасть. Сначала даже страшно было, особенно маленькие. А потом привыкли. Горок нет. Все на Рождество. Все для вас. Почему? Детский праздник, да? А вопросы такие ставятся, что иной раз даже люди любят задавать. А как родился Христос начинает? А почему? А где? А живот был? Престой Богородицы не было. Ну то есть, что только они начнут? Какие разговоры? Почему? Есть в церковном славянском языке, называется «Родила Иисуса Христа избоку». Вот. Значит, она где-то как-то не так родила его. Как-то вот избоку, наверное, родила. А избоку, это значит, не так, как заложено природой. В природе девушка, девушка не может родить. А Престая Богородица, поэтому и называется Пресно-Девой, что она и была Девой, и осталась Девой, и в вечности она сейчас Дева. Это самая необыкновенная тайна. Как мог? Это то же самое, как смерть Господа на кресте. Вот Господь умер на кресте. Как он умер? А Бог может умереть? Нет. А что? Умерла плоть Господа. А Господь как Бог, Он и был в Ваде, и на небе, и Он везде. И с учениками был своими, рядом с каждым. И всем помогал избавиться от неверия. Итак, продолжим. Теперь толкование, поглядите. Какое толкование? Блаженного Феофилакта. Так. Сперва изобразил родословие, и желая покрыть сию тайну, упомянул о муже Марии, Иосифе. Сразу же о муже начинается разговор. А кто такой был Иосиф? Его обычно начинается в какой-нибудь кинофильме, или там рисуют. Никогда почти стариком не рисуют. Всегда такой моложавый мужичишка, такой черной бородой. Это был старец. Ему было, ну как, приблизительно от 80 до 90 лет. У него уже, ну может кто-то рядом стоял, в 80-е, да? Нет, когда это, читаем, вот, земная жизнь Богородицы, там написано. Ну, в земной жизни, да. Питание, говорят, что 83 года у него были дети и взрослые. Четверо детей было уже у него. И когда говорят, что и братья Иисуса Христа не уверовали в него, это говорится не о родных братьях. А вы в своей жизни услышите, что у Иисуса Христа братья, все сектанты скажут, что у Престой Богородицы еще были дети. Да, да. Ну, оказывается, когда были, так они старше его были. Почему они не веровали в него, почему? Ну, он там малышок какой-то бегал рядом с ними, они его еще помнят в коротких штанах, как говорится. А они же взрослые были, что он мог сказать им. А он был такой милый, такой скромный, написано, какой он был, в 13 лет. Стоял, отвечал на вопросы и задавал вопросы, а сам не учил. В 13 лет, в храме. В 13. В 13. В 12. В 12. В 12, да. Стоял, не учил никого, просто отвечал. И написано, был в послушании у матери своей, у людей был в послушании. И у Бога. И у Бога. Вот такой вот он был, Иисус Христос. Конечно, кто его заметит? Братья его не замечали. И вот эти вот братья, это все были дети Иосифа от первого брака. Не сказал прежде, нежели приведена была в дом к жениху, ибо она уже жила у него в доме. Так как древние имели обыкновение охранять обученных в собственном доме. Чему и ныне еще можно видеть примеры. Ну, примеры можно видеть. Ну, наверное, у иудеев можно видеть, я думаю. У нас у православных такого нету сейчас. Обручение, понятно, что такое? Да. Да, где же понятно. Понятно, да? Ага. Да вы не представляете, что это такое. Это, допустим, растут где кто-то рядом. И друзья там с семьями. И у того родились дети друга, и у этого родились дети. У того, допустим, дочек много, а у того сыновей. Или наоборот. И они начинают уже присматривать друг друга. Вы смотрят, вот, гляди, у меня вот парнишонка какой, хороший. Боярин такой. А у тебя, гляди, товара много. Какая товар красивый. Давай, и когда они подрастут, поженим. Будем с тобой родные. Или прям уже по-настоящему по крови. Ну, давай. Так, ну и как это делается? Вот собрались они, называется обручение. То есть, предварительно, вот там колечко есть уже. Я одеваю это обручальное колечко. Называется обручальное. Это не венчальное. И уже все знают, что она обрученная. Вот там, там, ванечке какому-то там. Или петруши там какому-то. Вот так вот было. И теперь, чтобы ее сохранить, как там будут ее хранить, никто не знает. Ее в дом к жениху. И там она живет на женской половине. И как сестра. У них там уже сестрами там. Ну, обычно сестры были. Что такое? А если она не хочет с ней жениться? Она не хочет? Если не хочет. Не хочет. Ну, понимаешь, не хочет. Таких примеров практически неизвестно, чтобы не хотела. Как бы тебе сказать, ты омаров любишь? Ну, вот видишь, ты даже не знаешь, что такие омары. Они очень вкусные. Вот самое вкусное, что есть из моря, это омары. Такие большие крабы с оглешнями. А у них очень вкусное мясо. Страшное. А ты его не знаешь даже. А оно вкусное. Поэтому, вот ты маленькая, и ты не знаешь. Ну, а тебе Петя-то нравится, он хороший Петя. Ну, посмотри на одного Тараса, красавец какой-то. Кто-нибудь, кому не понравится-то? Там же не будут какого-то там, ну, квазимоду тебе подставлять. Парень хороший такой, все воспитанный, там все верующие были. Не просто же какие-то мы говорим о язычниках. Мы говорим о верующих. Что там все на слове, как говорится. Дал слово, держи. Вот так все было. Я думаю, что там просто не было слова «люблю», «не люблю». Там было родительское послушание, и все. Если родитель сказал, что ты обручена, а ты обручен, то все. Просто не имели понятия такого, что значит «хочу», «не хочу». Так воспитывали. Кто из вас хотел бы обручиться вот так вот уже? Нет. Нет. Да. Я думаю, что это нынешнее просто поколение. Конечно. А это благочестивый нрав. Запомните, это нам Библия описывает, как должно быть. Почему? Потому что посмотрели на семью. Знают, что семья благочестивая. Парнишечка, ну, мальчонка, воспитывается хорошо. А он знает, как он дочку свою воспитал. Ну, видишь, что она такая, может, стервотина вылезет. Но парни пытаются ее успокоить. Тем более, что она одна-то еще больше стервой станет. Поэтому нужно было вот так вот. И тем более она поживет, ее там еще покажут. Она увидит, какой он молодец. А он уже и дрова колет прям молодец. Хорошо. И печки он умеет разжигать. Все. То есть она смотрит. Да ничего, парень-то и ведра таскает. Дай мне сюда. Ну, то есть джентльмен. Я думаю, что все это было отлично сделано. А теперь где ты с ним познакомишься с таким? Где-нибудь только на 8 марта? В стихушке на какой-нибудь вечеринке. И все. Ну, и сейчас говорят 57% разводов в России. Вот и официально 57% разводов. Вот сейчас передают. 100% не венчание, я говорю, а разводов. Это венчание там 80% браку. А разводов по России. То есть если они... Ну, а сколько гражданских еще? Ой, там называются браки гражданские, когда никуда не идут, просто живут-живут и разошлись. А почему? Потому что все ищут какой-то любви мифической. Забывают, что есть сатана с хитрым хвостом. Он вот так всех вокруг пальчика обидит. Покажет, что любовь, любовь, любовь. Потом хоп она и все. И в 15 лет уже принесли. Не знают, что с ним делать. И у нас сейчас говорят 800 тысяч в приютах детей. 800 тысяч. Из них около 600 тысяч по разводам. Детей не взяли. Родили и отдали в детские дома. Около 600 тысяч детей. Вот так. Ну, это последние данные. Как у них было хорошо. Так и зятья Лотовы. По обручению жили вместе с ним в его доме. Так и Мария жила в одном доме с Иосифом. Видите, как у них было интересно все. Ну, раз, ты какой глубокий обычай. Рядом все воспитываются. И нет там, что отдали от вас в школу. Вот отдали, допустим, ее в школу. Малышу. Малышку отдали. И что случилось с тобой в школе? Не усмотрели за здоровьем девчонки. Прыгнули там. Причем на батуте. Доброе дело. Там спортсменку у нее сделать. И чуть ли это без спины не осталось девчонка. Почему? Не было любящего сердца. А так бы увидел бы отец и сказал, вы куда ее толкаете? Там такая толпа на этом батуте. Не знаю, там квертормашками голову себе посворачивает. Ну-ка иди сюда, доченька моя, любовь. А там адов. Ладно, пускай они. Или как эти в пионерском лагере. 16 человек утонуло. В раз. В море. Ну как можно было выйти в это озеро. Волны бушуют. Это погода. Ну там к нулю. И детей посадить 14-летних на лодку. Пускай они будут бойскаутами. Научатся прям будут мужественные. Где мы? В гробу. Ну, вот что значит не любовь. А здесь сплошная любовь Божия. К детям. 5,5 тысяч лет готовил Господь Бог, Богородицу. 5,5 тысяч лет. И вот он самый святой человек. Самый чистый. И ей было неполных 15 лет. Когда все это вот сейчас случилось. Неполных 15. И старец почему старец? И она ничего не сказала. А что мне старого подсовываете? Ну дайте, ладно. Я не буду. У меня мужа не будет. Ну дайте хоть молодого. Ничего не сказала. Да будет мне по слову Господню. Но это будет дальше написано. Как это все будет. Почему не прежде обручения она зачала в очередях? Бог не хотел, чтобы при самом рождении известны были иудеям. Что Христос родился от девы. И чтобы дева пострадала от них. Вы понимаете, какие там у них нравы были? Да, все было видно. Потому что так как она была беременна, у нее был живот. Представьте себе, она неполных 14 лет. Там старик. Там в доме его пускай дети будут. И что? Это как? Это что такое случилось? На кого все обвинение пойдет? По 14. По 14. Ну да. Ну можно представить себе. На кого обвинение пойдет? Ну конечно на старика. Иосиф конечно испугался, когда увидел все это. Господи помилуй. Что такое случилось? На кого? На нее подумать? Ну видно, что она просто цветок нравственности. И он растерялся естественно. И решил не убивать ее. Потому что если бы он просто сообщил и сказал, а я тут не при чем. Чего она беременная? Ее бы сразу побили камнями. Однозначно. Не стали бы даже спрашивать. Это сплошь и рядом у нее было. Но он не так сделал. Он решил тайно ее отпустить к родителям. Пускай к родителям уйдет. А там уже пускай сами разбираются. Ну то есть я не буду как бы повинен в ее крови. Умываю руки. Да. И чтобы дева не пострадала от иудеев. Впрочем не смущайтесь. Если сказанное мною для вас странно. Я говорю здесь не свои слова, но слова отцов наших дивных и знаменитых мужей. Если Христос и многое первоначально скрывал, называя себя сыном человеческим. Если он и не везде ясно открывал нам свое равенство с отцом. То чему делиться, если он и это прикрыл устрояя дивное и великое таинство. Чтобы мы к Рождеству подошли, как и к Исповеде. С чувством необыкновенной таинственности. Как так? Мы идем с покаянием и Господь очистит нам грехи, которые мы совершили до этого. И так же и здесь. Рождество. Таинство. Великое таинство. Мы подходим каждый раз, вспоминая это великое таинство. Для чего мы это делаем, Господь нам? Для чего дал эту тайну такую к себе? Ну для чего? Для того, чтобы мы всегда имели веру в Господа великую таинственную внутри. И знали, что что сказал Господь, то и сделается. А что Он великого сказал, самого главного для нас? Что Он сделал? Он сказал, если Я воскрес, через апостола Он говорит, то и Вы воскреснете телами тоже. А Иов Многострадальный сказал, Я, Мои глаза увидят, как восставит Господь распадающуюся кожу мою сию. Никто-нибудь, говорит, увидит, а Мои глаза сами увидят, как Господь это сделает. Вот какая вера была у человека, который жил почти за 1500 лет до Рождества Христова. Непонятно, как это такое может быть. Он нас сейчас не верует. А он 1500, еще Христа нету. Он уже верил в воскресенье. Почему? Господь сказал, будет воскресенье. Вот такая у нас должна быть вера. Поэтому, когда идете на исповедь, знайте, что перед вами Господь. Не какой-то там, непонятно, разум Всевышний. Что кто хочет сказать? Ты хочешь сказать? Я больше люблю Пасху. Ясно. А Пасху что там? Весна потому что? А что там на Пасхе? Там ступеньки. Начали. Сейчас, пожалуйста, заканчивай. Все, открывание. Вот так. Славных наших отцов. Все. Господу нашим славу. Лейте веков. Аминь. С Богом. С Богом. Честивцев земли, да вы искренитесь Грады Господи всех делающих беззаконие Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне приисновей к векам, аминь Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Боже Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Боже Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Боже Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй За безначальное слово Отцу и Духов От Девы, родшиеся, на спасение наше, Воспоим верней поклонимся. И яко благоволи плоти, Взйти на кресле, смерть претерпетье, И воскресить умерших славным воскресеньем своим. Слава Отцу и Сынаму Святому Духу, Вели и веры исправления, Во источнике пламени яко, Наводил покоение, Святые ветри от Родцы Радовых Уся, И пророк Даниил, Бом, пастырь яко, овцам являвшийся, Тех молитвами Христе Божий, Спаси души наши. И ныне и пресно веки, веков, аминь, Что Тянаречемо благодатное, Небо, яко, выселось, и солнце правды, Рай, яко, прозебла, Иси цвет нетленья, Деву, яко, прибыла, иси нетленно, Чистую матерь, яко, имела, Иси на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, Того молить спастися душам нашим. Стопы мои направи, прослависи Твоему, И да не обладает мое всякое беззаконие, Избавив меня от клеветей человеческие, Я сохраню заповеди Твоя, Лице Твое просвети, нарабатывай Его, И научи меня оправданию Твоим, Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, Яко, да воспрою славу Твою, Весь день великолепие Твое. Святый Борис, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Борис, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Борис, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава, Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и пресно веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посетители, немощи наши, имени Твоего ради, Господи помилуй.